Приветствую вас! Драгоценные мои, любовью Господа Иисуса Христа, я Максиму Максим. И это особенная программа. Сегодня мы будем говорить о Библии. Библия, это потрясающе, самая растиражированная, самая распространенная, самая больше всего переведенная, самая больше всего напечатанная книга в истории человечества. Библия. Возьмите кружечку кофе. Вот у меня сейчас принесли кофе, большое спасибо. Возьмите кружечку кофе. И давайте начнем вместе общаться. Я Максимов Максим, и это община Дом Веры. Добро пожаловать в нашу интернет-общину Дом Веры. Присоединяйтесь к нам. Каждый день мы в прямом эфире рассуждаем о Писании, изучаем Библию, изучаем то, что Бог нам говорит. Каждый день, кроме субботы и понедельника, встречаемся. Если вы хотите присоединиться к нашей интернет-общине, домверы.ру. Это для вас. Становитесь частью нашей... Вот именно вот сюда нужно попасть. Домверы.ру. Становитесь частью нашей общины, и Бог да благословит вас. Я Максимов Максим, основатель телеканала СНЛ, и также пастор и епископ церквей. Но сегодня я хочу быть вашим другом. Не хочу никаким быть тетлонованным таким дядькой. Хочу быть рядом с вами. Вижу, сейчас ко мне присоединилось очень много людей из разных стран. И давайте посмотрим, кто ко мне присоединился. Сейчас я включаю компьютер. Посмотрим. Итак, ко мне присоединилась Лариса из Бершевы. Приветствую вас, драгоценная. Она говорит, у нее в Израиле очень жарко. Ого, 42 градуса. Вау, здесь в Южной Калифорнии достаточно прохладно. Сегодня спал под одеялом. Плюс 18 ночью, днем 22, как обычно, весь год. Ольга Скораганды. Говорит, а у нас 32. Ольга, приветствую. Георгий из Нальчика. Приветствую. Пастор Дмитрий из Германии. Мир тебе. Гутен Абен, майн и фройнде. Александр из Каногорска. Ангелина из Греции. Мир вам. Приветствую всех, кто присоединился. Пусть Бог благословит вас. Держитесь за Господа. Ищите лица Господни. Аминь, аминь, аминь. Драгоценные мои, я обращаюсь к каждому из вас. Я желаю сегодня рассказать вам о... О... Тема потрясающая будет. Рассказать вам сегодня о Библии. Вы знаете, Библия потрясающая книга. Мы можем много о ней говорить, потому что это книга всех книг. Самая распространенная, самая известная, самая растиражированная. Самое, самое, что ни на есть, центральное. Это Божье. Мы говорим Божье Слово. В действительности, когда люди говорят, это Божье Слово, это не значит, что вот здесь каждое слово, это Божье Слово. Но это... Через эту книгу вы можете познать. Иисусу Новин сказал, да не отходит сия книга... А, Бог сказал Иисусу Новину. Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Один Иисус Новин, 1.8. Это сразу же после пятикнижия Моисея, шестая книга в Старом Завете, книга Иисуса Новина, преемника Моисея. И ему были сказаны такие слова. И один... Первая глава, восьмой стих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Да не отходит она. Но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих. И будешь поступать благоразумно. И будешь благословенным. И будешь успевать. И все получится. Все свершится. Приблизьтесь. Вы знаете, в Писании написано, кто добавит или убавит от этой книги. Кто уберет что-то, тому будет великое наказание. Нельзя прибавлять или убавлять. Нельзя добавлять. Нельзя заклеивать некоторые страницы. Некоторые из вас хотели бы, может быть, заклеить Старый Завет и сказать, ого, там столько жестокости, столько всего. Но нам не нужно. Нам нужно знать, как это все было. И нам нужно видеть волю Божию и видеть благодать Божию. Аминь, аминь, аминь. Драгоценные, сегодня мы с вами говорим о Библии. Библия – это потрясающая книга. Давайте поставим несколько вопросов. Сколько Библия состоит из книг? Вы знаете, слово «библиотека» произошло, наверное, «библиосборник», «собор книг». «Сбор книг». Сколько книг в Библии? Кто из моих зрителей знает? Сколько книг в Библии? Сколько книг в Библии всего? В этой… в Библии находится много книг. Если вы посмотрите на мои Библии, вот здесь есть такие закладочки. И вот видите, вот здесь такие метушки, и можно прям по ним просто переходить сразу на нужную страницу. Сколько книг в Библии находится? Кто знает? Кто первый скажет? Правильный ответ. Скажите мне, пожалуйста. Смотрю сейчас в интернет, кто в прямом эфире меня смотрит. 66! Лариса из Бершева ответила абсолютно верно. Молодец! Хорошо, Лариса, тогда следующий вопрос вам. А скажите, пожалуйста, дорогая… И Евгения и Людмила тоже ответили. Сколько книг в Новом Завете и сколько книг в Старом Завете? Сколько книг в Библии в Новом и в Старом Завете? Давайте подумайте. Сколько книг в Новом и в Старом Завете? Кто первый мне ответит? Кто первый мне ответит? Сколько книг в Старом и в Новом Завете? Кто знает? Пожалуйста. 66 делится как пополам? 33-33? Неправильный ответ. Ждем. Я вижу, Лариса из Кирова присоединилась. Лариса, скажите, сколько в Старом Завете книг? В Ветхом Завете. 27 книг в Новом Завете. Лариса из Бершевы опять всех победила, опередила. Абсолютно верно. 27 книг в Новом Завете. И, конечно же, тогда остается 39 в Старом Завете. Другими словами, Библия делится пополам. Я сейчас вот найду вам серединку. И Библия делится на две части. Если вы так посмотрите, на две части. Ветхий Завет, Новый Завет. Ветхий Завет более толстый, больше книг. Новый Завет более тонкий. Новый Завет, Ветхий Завет. Библия состоит из двух больших частей. Одна часть рассказывает о том, что происходило до Христа. Новый Завет рассказывает о том, что происходило по рождению Иисуса Христа. Другими словами, есть разделение. Новый Завет это от Христа. Ветхий Завет до Христа. От сотворения до Христа. Поэтому мы делим Библию на две такие большие части. Следующее. Когда мы говорим, скажите мне, пожалуйста, дорогие мои домоверовцы, сколько авторов писали 66 книг Библии? Сколько всего авторов? Сколько человек было, которые являлись авторами? Не 66, ответ неправильно, не 66. Сколько писала человек Библию? Мне просто интересно узнать, знаете ли вы, сколько человек писала Библию? Апостол Павел записал достаточно много книг, поэтому это не может быть 66 человек. Сколько человек писала Библию? Кто-то знает? Наверное, Лариса из Израиля, там у вас ближе к Богу, и вы, наверное, знаете все. Сколько человек? Кстати, скоро мы едем в Израиль. Если вы хотите поехать со мной в Израиль, люди, я вас умоляю, нужно немедленно, немедленно заполнить свои данные. Зайдите на сайт cnl.tv и заполните анкету. Если вы хотите со мной поехать в октябре в Израиль, то вам нужно просто срочным образом заполнить ее анкету. Пожалуйста, поедем со мной в Израиль, будет потрясающий VIP-тур. Я буду с вами лично сидеть там, общаться. VIP-тур для вас всех драгоценных. Итак, кто-то говорит, очень много человек писало Библию. Окей, сколько? Сорок, около, точно никто не может сказать, около сорока человек писало Библию. Никто не знает ответа. Знаете, что эти люди были абсолютно разные? Разных профессий, разных социальных положений. Среди авторов были крестьяне, цари, рыбаки, миссионеры, врачи, проповедники, царские летописцы, пастухи и государственные чиновники, пророки. Вы знаете, были абсолютно разные люди, которые приложили свое перо к Библии. Хорошо, тогда начнем. Давайте я чувствую себя как на викторине. Итак, кто знает из вас, какие книги, какая книга была самая-самая древняя, самая-самая вот первая книга, которая написана, и последняя книга. Какая была написана первая и последняя книга. Я сейчас не имею в виду первая в порядке, я имею в виду самая старая из книг. Если вы скажете, Бытие была самая древняя книга, самая первая, неправильный ответ. Небытие. Бытие описано Моисеем, но был некто. Я обращаюсь сейчас к вам, дорогие зрители. Скажите, пожалуйста, какая книга? Правильно. Правильно. Александра из Каменогорска написала книга пророка Иова. Правильный ответ. Книга пророка Иова. Были в действительности самые-самая древняя из книг. Она была написана примерно, точно никто не может сказать, примерно полторы, давайте так скажем, полторы тысячи лет до нашей эры, до Христа. Примерно. Никто не может точно сказать, когда она была написана. Примерно. То есть, говорится об этом. То есть, она не описывает события сотворения, нет. Но эта книга была в действительности поэтическая. Это была как поэма, это песня. Книга пророка Иова, она была в рифму составлена. То есть, если, конечно, в нашем языке она не в рифму составлена, но в оригинале она составлена в рифму, она как песня была. Итак, дорогие мои, теперь следующий момент. Мы с вами говорим о книге Иова, и когда мы говорим с вами о книге Иова, это поэтическая книга. И она, в свою очередь, учительная книга. Это книга истории, которая длилась на протяжении длительного периода, длилась на протяжении многих-многих-многих лет. Последняя из книг, которая была записана, это книга «Откровение». Слава из Казахстана абсолютно прав. Это книга «Откровение». Когда она была написана, в каком году примерно, в какой год был? От после Рождества Христова, Новый Иерой. Какой год? В каком году? В каком году? Ну, кто знает, книга «Откровение» была написана примерно в каком году? У кого работает Гугл, или кто знает точно, когда это было написано? Никто не может точно сказать. Но я скажу, что примерно было написано в сотом году. Никто не знает. В сто лет от Рождества Христова, и он написал ученик Иоанн, выживший и проживший долгую жизнь. Все остальные апостолы, ученики Иисуса, были убиты, кроме Иоанна. Иоанн прожил жизнь, и он написал книгу «Откровение» в самой-самой своей глубокой старости. Окей. Давайте так. Все книги Нового Завета были написаны где-то, сейчас скажу точно, где-то от сорокового года до сотого года нашей эры. То есть, они были написаны, ну, давайте так, за первые сто лет нашей, с Рождества Христова, от Рождества Христова. За первые сто лет от Рождества Христова. Все остальные книги были написаны до этого. А самая древняя книга была написана, по времени эта книга, его вот 1500 лет. Потом Моисей написал первые пять книг Библии. Давайте сейчас попытаемся, я даже не знаю, как это сделать, послушайте. Я даже не знаю, как это сделать, но попытаюсь сделать краткий обзор. У меня есть вопрос, а на каком языке была написана Библия? Кто знает, на каком языке была написана Библия? Библия была написана, на каком языке? Ну, давайте. Кто знает, на каком языке была написана Библия? На одном языке или на нескольких? Думайте, 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 думайте. На каком языке была записана Библия? Библия была написана на ни одном языке Во-первых, конечно же, это еврейский язык Основная масса была записана книг на еврейском языке Частично, возможно, некоторые книги были написаны на арамейском языке Новый Завет был написан на греческом языке Ветхий Завет на еврейском Эти люди пользовались тем языком И говорят, и историки говорят, и библейские ученые Они говорят, что часть книг была написана на арамейском Не вся Библия была написана на арамейском языке Но примерно Было множество переводов, разных переводов Существуют разные переводы Но вы знаете что? Что если мы смотрим на перевод, перевод должен отображать оригинал Я встречал миссионеров, которые работают в странах Африки И которые переводили Библию для них Знаете, у них сталкиваются с некоторыми проблемами Например, во многих африканских племенах у них нет слова снег Убелю тебя белее снега Сделаю В Писании написано И они столкнулись с проблемой Как же Как же Что же здесь имеется в виду? У них нет слова снега И даже понятия с них нет Как им объяснить Что они имеют в виду? И вы знаете, что эти ребята, миссионеры придумали? Они заменили это И опять Скажите мне Это искажение слова Божьего или нет? Ведь в их нем языке нет слова снег Нету слова, понятия снег Но они взяли самое белое, что в Африке есть Что это было? Это кокосовая мякоть И это самое белое, что у них есть И они взяли это И убелю тебя И сделаю тебя белее кокосовой мякоти Вы знаете, когда для них говорится Они понимают, что это самое белое Самое белое, что у них есть И у них происходят правильные ассоциации Правильное понимание Конечно же, ты скажешь Это извращение Писания Это замена понятий Но у них нет другого понятия Другими словами Когда пишется Переводится Библия Люди пытаются найти доступный смысл Но опять При некоторых переводах Переводчики иногда в шоке И говорят Наверное, здесь это имелось в виду И проблема в переводах Скажем, в нашей Библии Когда вдруг переводчик Берет и начинает ставить То, что он думал Кстати, русскому синодальному переводу Около, по-моему, 200 лет 200 лет И когда мы смотрим на наш перевод Мы понимаем, что он очень старый Например Не заботьтесь ни о чем Для нас слово заботиться Это значит Ну Взять о ком-то Фонд заботы Заботьтесь друг о друге Но вдруг сказано Не заботьтесь ни о чем Конечно же Старое русское слово Забота Эволюционизировало Изменилось Сегодня слово забота Стало фонд поддержки Забота Это когда ты Проявляешь Кому-то расположение А 200 лет назад Слово забота Это как депрессия Печаль От чего постигла тебя Забота сия От чего печаль на лице твоей Что за забота у тебя лежит Для них слово забота Было как нервное расстройство Беспокойство Посмотрите Вам слово не работает Или Когда Когда мы смотрим Например Псалом 8 Откройте Псалом 8 Смотрите что здесь написано Когда переводчик переводил В оригинале Сказано так Псалом 8 Стих 5 и 6 Что есть человек Что ты И сын человеческий Что ты помнишь его Что есть человек Что ты помнишь его И сын человеческий Что ты посещаешь его И 6 стих Ты немногим умолил его Перед Элохимом И когда Переводчик дошел Немногим умолил его Человека Перед Элохимом Нет Наверное перед ангелами И переводчик взял и поставил, смотрите, как у Бога позиция. Бог, человек, ангелы и всякие животные и все остальное. Но когда переводчик переводил, он был в шоке, и он взял и изменил. Он изменил! Вы представляете? Изменил. И поэтому, когда вы подходите к этому месту Писания, когда вы подходите к этому месту Писания, вам очень четко нужно понимать, что здесь стоит не ангелами, а Elohim. Перед Богом. Немногим ты умолил перед Богом. Бамс, и происходит замена. Вдруг подмена фактов. Да ты что? Если вы откроете Малахию, здесь вообще переводчик накосячил так сильно, и здесь сказано, что дайте им развод. А здесь написано, я ненавижу развод. Я ненавижу развод. Вот, посмотрите, если вы откроете Малахию, здесь написано, типа, ну, если ты ненавидишь жену, отпусти ее. Но в Библии сказано, в оригинале, я ненавижу развод. В оригинале написано, я ненавижу развод, Бог говорит. Но почему-то русский переводчик сказал, отпусти ее с миром. Нет, он не сказал, отпусти с миром. Он сказал, я ненавижу развод. Итак, мы с вами усвоили, что Библия состоит из 64 книг. 27 книг в Новом Завете, 39 в Старом Завете. Библия писалась на нескольких языках. Еврейском, греческом, арамейском языке. Мы усвоили с вами, что самая древняя книга, послушайте меня, самая древняя книга, я обращаю ваше внимание, самая древняя, это книга Иова. Это была поэтическая, это была песня. Самая, это как бы книга, которая всем такая, самая-самая, в ней не ссылается ни на одного из этих, из пророков. Я думаю, что это вообще-таки древняя времена была. Теперь, все уже употребляли, и еврейский язык не был общим для всех, был греческий язык для всех стран. Поэтому апостол Павел писал на греческом языке. Вы знаете, что, когда мы говорим о греческом языке, это была хорошая атмосфера для распространения Евангелия. Рим создал вообще благоприятные условия для распространения Евангелия. Итак, давайте мы с вами посмотрим на Библию как на целостную книгу, в которой соединены истории, в которой соединены обстоятельства, поэмы. Если посмотреть на книгу целиком, я сейчас попытаюсь дать вам краткий обзор, чтобы вам было понятно. Если посмотреть, скажем, на книги Нового Завета, давайте так, или давайте начнем сначала. Первая книга, первая книга, сначала, начало, начало. Первая книга, это книга бытие, от сотворения мира. Как все началось. Последняя книга, это книга апокалиптическая, о конце, обо всем. Это книга откровения. Как все закончится. Если в начале написано, в начале сотворил Бог небо и землю, то в конце написано, и показал мне чистую реку, светлую, кристальную, среди улиц его, и новый город, и вовне псы-чародеи, а эти царства божие, и дух и невеста говорят, приди, и так далее, и так далее. Это говорит о конце, о том, как будет конец, это о том, как будет начало. То есть, вот эти две истории, они соединены вместе, воедино. Они, давайте так скажем, Библия начинается сначала, говорит о начале, и заканчивается концом. Когда она говорит, все, пришел конец. Всему конец. Конец истории той, тысячелетия царства, и потом вечная жизнь с Господом, прославление, хвала, небеса, древо жизни, река текущая по древу жизни, и так далее. Это конец. Теперь, мы с вами посмотрим первые пять книг. Посмотрите, пожалуйста, первые пять книг. Это исход, левит, числа, и второзаконие. Первые пять книг написал дедушка Моисей, если так можно назвать, или пророк Моисей, или дедушка Моисей. Он написал первые пять книг. Он написал события, которые происходили от начала до момента, уже последние строчки писал не он, потому что он уже умер, заканчивались. Первые пять книг рассказывают все о жизни от сотворения, о том, как это было, о первом человеке, о первом грехе, и так далее, и так далее. Пошло, пошло, пошло. До Авраама, которого Бог избрал. Это единственный человек, которого Бог избрал быть представителем. И дошел Авраам, потом у него рождаются дети. Авраам, Исаак и Иаков. Иаков рождает 12 детей, 12 колен Израиля. Иакова Бог переменен в Израиль. 12 колен Израилева. И доходится до Иосифа. Иосифа братья продают в Египет. И случается следующее. В Египте Иосиф становится известным, после того, как длинная там целая история происходит. И он перетаскивает все свое семейство жить в Египет. Потому что там было хорошее расположение фараона. Фараон любит Иосифа. И фактически Иосиф имеет такую переверненную позицию. Но! Случается беда? Это вся история описания всех этих событий. Кто как встретился. Там целая история. Там разные любовные истории и так далее. Как там любовь была. И как дурили, кидали. Как Яков там пытался всех надурить. Так вот. Иосиф перевернен все семейство. Их 70 человек. Они размножаются до полутора миллионов. От миллиона до двух миллионов. И становится много. Египет обеспокоен. И тогда фараон начинает убивать еврейских детей. Почему? Их слишком много. Мальчиков. Они нам не нужны. И когда это случается, народ вопьет Господу и говорит Господи, яви Твою милость и спаси нас. И тогда Бог посылает Моисея. И дальше история рассказывается. Эти книги рассказывают о том, как Моисея сестра запускает корзинки и принцесса фараонова дочь ловит. Моисей входит в дом фараона. Бам-бам-бам-бам-бам. Моисей пытается сделать революцию. Когда повзрослел, революция не получилась. Он убегает в пустыню, встречается с Богом. Встреча с Богом произошла. И он возвращается и говорит Let my people go. Отпусти мой народ. Фараон, конечно, говорит Я не хочу отпускать. Конфликт, казни фараонов. Пабах! И они выходят. Фараон говорит Ах, вы ушли. И побежал за ними. Море закрылось. Утонула вся армия. Никто не смог потом их догнать. Они пошли по пустыне. И тут начинается Дикий народ без закона попадает в пустыню. Они психанули, не попали в землю обитованную, потому что заплакали, сказали мы не войдем, там великаны живут. И Бог сказал 40 лет в пустыне. Для чего эти 40 лет нужны были? Моисей писал там закон. На горе с Богом общался, спускал закон. Давал народу Божьему. Он давал порядок. Они были беспорядочны. Они были стадо, толпа рабов с рабским мышлением. Мы же вышли из Египта. Египет не вышел из них. И вот произошла такая штучка. Он заканчивает тем, что он дает закон. И поэтому, когда мы смотрим на пяти книжи, это и история, это и закон, это и порядок служения, левит, когда мы смотрим. Это все данные, которые необходимы народу Божьему. Понимание, что, зачем, куда. Моисей приходит к старости, приходит один из тех соглядатых, что был в Египте, хороший парень, Ешуа, или Иисус Навин по-русски. Ну, это Ешуа его зовут. Ешуа приходит и он возглавляет народ. И ему Господь говорит, да не отходит вся книга закона от уст твоих. Иисус Навин начинает двигаться, захватывает землю, выбивает, побеждает. Это книга Иисуса Навина, книга героического захвата. Моисей не вошел в Египет. Дорогие мои, Библия очень интересная, очень интересная и очень емкая книга. Когда мы смотрим, нам нужно понимать, о чем говорит история. Вы знаете, у многих людей в голове каша. Я когда был маленький, ну, или так, молодой верующий, я не мог отличить Иисуса Навина от Иисуса Христа. Я думал, Иисус Навин. Потом, конечно же, я стал читать и начал понимать, просто Иисус Навин вообще не Иисус Христос. Многие люди думают, что Иисус Навин это Иисус Христос, путают его с Иисусом Христом. Это, конечно же, не Иисус Христос. Когда мы смотрим на книги Библии, давайте так, Библия начинается с пяти книг, где закладывается Моисей. Это пророк Моисей закладывает пять книг. Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Теперь, когда мы смотрим дальше, начинаются исторические книги. Исторические книги до пророческих идут. Судии, Царств, Ездры, Нееми, Исфирь. Эти книги исторические. Они рассказывают об истории. Об истории Судей, если вы помните Гедеон, если вы помните Самсона и все остальное. Ездры, Нееми, восстановления Иерусалима. Это исторические книги. Они рассказывают о событиях. То есть, если вы посмотрите вот этот блок книг, Царство, это исторические книги. Четыре книги царств. Когда мы смотрим на все эти книги, они рассказывают нам о том, что, какие события происходили у царей, Паральпоминоны. То есть, мы смотрим на все эти книги с исторического плана. Потом у нас начинается блок пророческих книг. Когда мы заходим до, давайте так, потом у нас книга Иова. она разделяется до пророческих книг. У нас такая появляется книга Иова. Вообще, середина Библии это Псалом, Иов, Притчи и Экклесиаста. Сейчас расскажу. Иов, это история одного человека, его трагедии. Он был очень богатым. Мы говорили о самой древней книге. Он все потерял, потому что дьявол пришел. Друзья Иова пришли, говорили ему, дурацкие советы давали. И он их слушал, обсуждал. И он потом покаялся. И Бог ему дал в два раза больше. Поэтическая красивая книга. Цитировать речи друзей Иова нельзя, потому что Бог сказал, они неправильно говорили. И полкниги Иова состоит из речи друзей Иова. Потом Псалтырь. Некоторые говорят Псалмы Давида. Это не Псалмы Давида, потому что не только Давид писал Псалмы, но большинство Псалмов Давида, но там были другие братья, которые писали Псалмы. Теперь, когда мы говорим с вами о Псалмах, Псалмы написаны потрясающим языком об отношениях с Богом. Это молитвы. После этого у нас идут притчи с Соломоном. И не только Соломона, еще некоторых крутых парней. Но называется книга Притчи Соломоновых. И еще есть там несколько притчей не Соломона, но они добавлены сюда. Но в любом случае мы называем Притчи Соломоновой. После этого идет Эккельсиаст. Интересное философское рассуждение немножко депрессивного человека, который все ерунда, все суета. Потом начинаются пророческие книги. И вот здесь начинается с больших пророков. Когда мы говорим с вами вот эти книги, которые посередине Псалмы, Притчи, Иова, это учительские книги. Эккельсиаст, Песни песней, Премудрости Соломона. То есть вот это все книги, они учительные. То есть они нас учат, как нам жить. Особенно притчи. Я советую молодым людям начинайте изучать Библию с притч. Теперь давайте так. Я бы назвал так. Это книги мудрых людей о мудрости Божьей. Идем дальше. Пророческие книги. Пророческие книги начинаются с больших парней. Исаия, Иремия. Они пророчествуют Эзекииль, они толстые, большие книги. Пророчество происходит историю тех людей, которые жили в то время и до нашего времени. Они пророчествуют и о конце времени. Они пророчествуют и о том, что было. И, конечно же, потом начинаются малые пророки книги. Иоиль, Амос, Осия, Михей, Малахия, Авакум, кого еще? Авди, Захария. Вот такие книги пророческие Даниила. Это все пророческие книги, которые нам оказываются. Потом подходит к концу Малахия, последняя книга и последние слова Малахии. Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. И о десяти последние слова. И потом наступает тишина. 400 лет тишины. 400 лет тишины. Бог молчит. Через 400 лет приходит Иисус Христос и открывает для нас путь спасения. У меня остаются последние минуты. Я хочу сказать, в конце начинается следующее. Иисус Христос приходит и четыре евангелиста. Матфей, Марк, Лука и Иоанн описывают жизнь Иисуса Христа каждой своими словами. Четыре разных человека описывают одни и те же события. И они рассказывают о жизни Иисуса Христа. После этого у нас начинаются деяния апостолов. То, что произошло после Иисуса Христа. После этого начинаются послания. И у нас послания почти 75% всех посланий это послания апостола Павла, а также Иоанн написал несколько, Петр написал и Яков написал. И начинаются послания, 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 идут послания и до последней пророческой книги это откровение и заканчивается Библия. Я так быстренько прошел. Быстренько прошел. У нас перед нами потрясающая книга всех книг. Книга жизни, священное писание. Она делится на разные блоки. Начинайте изучать Библию с Нового Завета. Возьмите Евангелие Теана и Притчи в Старом Завете и Псалмы. Если начнете с этих книг, для вас Библия откроется очень интересная. Если вы не открывали никогда Библию в жизни, начните моя первая Библия это Библия в картинках. Я открыл Библию в картинках и прочитал ее несколько раз. Мне стало понятны истории, которые здесь рассказываются. Мне стало понятно историческое фундамент Писания. О чем это говорится. Поэтому возьмите Библию. Во-первых, это, конечно же, история. Но, с другой стороны, это не только история. Это Божье Слово. Вы не увидите с первой секунды Божье Слово. Вы увидите только истории, истории, истории. Особенно в Старом Завете вас удивят кровавые истории. Но да пребудет с вами Господь, да направит вас Господь, да поддержит вас, да даст вам откровение, как изучать Писание. Да пребудет с вами Господь и явит свою славу и силу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Сегодня с вами был Максим Максимов. Я благословляю вас, драгоценные мои. Ценю каждого из вас. Да пребудет с вами Господь. Да откроет он окна партнеры. Ваши десятины помогают нам распространять Евангелие. Я обещаю со своей стороны продолжать служить и делать. Я не хочу быть расточительным, экономным. Я буду экономным, мудрым в распределении. Да пребудет с вами Господь. Держитесь за Господа и знайте, что только в Боге все ответы. Хранит вас Господь. Сегодня с вами был Максим Максимов. Встретимся с вами каждый день, кроме понедельника и субботы в это же время в эфире домвера.ру Хранит вас Господь. Всем пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Сиенел